Всем привет, с вами Станислав Андреевич, с нами чаёк, ладно, опять у меня я люблю поболтать. Всем привет, с вами Станислав Андреевич, с нами сегодня, естественно, чаёк, я смотрите в какой солидной футболке сижу. Здоровья вам, вашим близким. Прям вкратце ролик будет коротким, вот, ну, насколько это возможно. Вкратце прям предисловие, у меня есть друг, он живёт в Англии, я через него заказывал себе очень много дисков в коллекцию для того, чтобы играть. Преимущественно на PS2, но на такие консоли, как на Xbox Original, несколько на Sony, на третью, на Game Gear, на Sega Mega Drive. Это всё я вам покажу в той распаковке, которая будет у меня лично на этом канале, она будет гигантская. Сейчас я ещё пару посылок жду. И заодно я решил заказать чего-либо, продать это здесь. Точнее, не то, что продать, а выставить на аукцион, на gbx.ru, куда я редко захожу в последнее время. И, ну, там, частично отбить, ну, может быть, частично, может быть, полностью отбить те деньги, которые я потратил на став. Вот. И эту распаковку я делаю, чтобы показать, что будет лежать на gbx на аукционе. Поэтому, если вы хотите что-либо из того, что здесь есть, я уверен, те, кто меня смотрят по игровой тематике, знают, что такое gbx. Но если нет, регистрируйтесь, это лучший сайт, лучший ресурс в России, где вы можете купить ретро-видеоигры, современные видеоигры и так далее, и так далее, и так далее. Вот. У меня там ник Steven 1980, я там уже, ну, года 4-5 зарегистрирован, у меня хороший рейтинг. Все, что вы увидите здесь, будет лежать на аукционах там. И если вам что-то будет интересно, вы можете зайти, поторговаться, выиграть аукцион, купить. И давайте я вам сейчас покажу, что там есть, заодно с вами посмотрю некоторые вещи, прям, действительно, мне очень хочется иметь самому. И я прям даже немножечко жалею, что мне их, ну, не приходится, а то, что я их выставляю. Но давайте начнем с PS2. Первая игра, это Mace Griffin, Bounty Hunter. Вот такая вот игра. Полный комплект, естественно, состояние диска, ну, практически в идеале. Я не буду вставлять геймплей. Это что-то, это, по-моему, шутер от первого лица. Я, кстати, не видел, у меня такого нету, такой в продаже не видел, поэтому, если кому интересно, добро пожаловать. Следующая игра, это Jumanji. Jumanji, я не знаю, что это, возможно, какие-то головоломки, вот, судя по скриншотам, по скриншотам здесь много мини-игр каких-то. Вот. Диск, ну, такой, на 4 с минусом, то есть неплохой. Вот. Я знаю, что есть такой фильм, возможно, игра сделана на основе этого фильма, возможно, нет, где какая-то там коробка, шкатулка там, с какими-то. Я не смотрел, если честно говоря, это фильм хороший. В России я таких тоже не видел, может быть, когда-то продавались. Дальше. Turac Evolution. Я раньше называл всегда Turac. Состояние, ну, на 4, очень хорошее. Вот. Это First Person Shooter, шутер от первого лица, про динозавров. Я не знаю, насколько актуально играть на PS2, потому что есть и на PS3, он, вот, ну, по-моему, корни его тянутся с N64, правильно? Но диск в неплохом состоянии, а, единственное, вот, смотрите, Skol, вот, блин, ну, игра крутая, и поэтому, я не помню, есть, по-моему, у меня есть, вот, но, блин, я бы такую заимел. Скорее всего, на все эти игры будет номинал стоять 100 рублей, поэтому можно со 100 рублей поторговаться. Следующая игра это Second Side. Игра Cobb Masters, это какой-то, вот так она выглядит, это какой-то... Шутер, по-моему, от третьего лица, ну, естественно, полный комплект, состояние затертое, ну, такое, на 3 с плюсом, на 4 с минусом. Ну, как бы, царапки есть мелкие, но, просто, чтобы вы понимали, диски были куплены в сетевом магазине, и поэтому все проверены. Вот. Second Side. Добро пожаловать. Такая распаковка на продажу. Так, погнали. Следующая игра, тоже полный комплект, состояние... Мне кажется, ее чистили машинкой, есть такие специальные машинки, которые подчищают, потому что она как-то, как бы, ну, вот, стерта, но как-то вот планомерно прям. Вот. Это игра Soul Calibur 2. Вот. Я знаю, что это такая культовая франшиза, но я, кстати, никогда ее не любил, потому что вот эти драки с мечами и с разными... С разным видом холодного оружия, ну, не совсем мое. Вот так. Следующая игра, это та же самая, тот же Soul Calibur, единственное здесь, смотрите, наклеечка, но это не будет влиять на номинал. Состояние, ну, тоже мелкие царапки, все рабочее. Ну, такие, скажем, варианты не коллекционные, прям идеал, ну, хорошие, добротные, игровые. Soul Calibur, у меня такой нету, от сердца отрывает. И третья игра, тоже Soul Calibur, отличие ее, то, что здесь есть 10 из 10, PlayStation Magazine, по-моему, ее заценила. Здесь диск такой, ну, немножечко тоже, ну, он работает, но чуть-чуть похуже, чем там. На камеру показывать не буду, потому что все равно, как бы, ну, непонятно. Так, поправлю чуточку микрофон, вот так, опа, нихрена не поправляется. Soul Calibur. Дальше. Dead or Alive 2. Тоже диск, ну, есть царапки, но он полностью рабочий, не затертый, прям на глушняк. Dead or Alive 2. У меня была, помню, игра, не помню на что, на Соньку, на первую, по-моему, не соврать. Я помню, что когда эту игру, вот, представляли, она позиционировалась, как игра, где грудь у бойцов женского пола такая она, солидная, так, вибрирует. Вот тут даже девочка с раскинутыми ногами. Вот, короче, Dead or Alive. Ну, тоже культовая франшиза, и, возможно, кто-то захочет в нее поиграть. Поиграть Wipeout Fusion, вот, на Соньку вторую. Ну, тоже диск в царапках в мелких, но играть будет. Мануальчик такой, чуть-чуть потертый. Wipeout Fusion, я знаю, тянется Wipeout франшиза с Соньки первой. У меня есть там, ну, какие-то... Вот сейчас ее раздавали в PlayStation Plus, я попробовал поиграть в VR и охренел. Меня тошнит конкретно с этого VR, вот именно в этой игре. Ну, мне кажется, серия культовая, поэтому поторговаться за нее, в общем-то, можно. Man in Black, Alien Escape, Same Planet, New Scan. Диск, ну, в таком, на четверочку. Франшиза, сами понимаете, культовая. Что за игра? Мне кажется, шутер от третьего лица, вот, судя по скриншотам. Но, блин, такой у меня нет, я бы с удовольствием сам такой приобрел. Ну, за небольшие деньги. Потому что, ну, франшиза, она такая достойная. Опять же, о франшизах, которые тянутся от фильмов. Это Mission Impossible... Mission Impossible, хотел сказать Mission Impossible 1, а это I. Mission Impossible, диск на 5 с минусом, вот, от Atari. Никогда не любил ни Mission Impossible, ни Agent 007, ни... Metal Gear Solid. Ну, не мое, вот эти шпионские какие-то боевики, ну, не мое. Ну, как бы, ну, франшиза известная, why not? Jack 2, Renegade. Так, смотрим на диск. 5 с минусом. Я, на самом деле, когда диски пришли, так посмотрел парочку. Тут будет такие ушатанные несколько, я вам обязательно скажу, какие именно. И как-то думал, ну, все. Ну, как бы, кому ни нахрен нужны. Ну, так посмотрел, на самом деле, их достаточно мало. Никогда не старался. Ну, я знаю, что есть их несколько частей. По-моему, есть переиздание. Если я не ошибаюсь, Jack and Dexter или нет. Но, блин, как-то меня никак не прельщали вот эти игры. Лара Крофт, Tomb Raider, Tomb Raider Legend. Здесь диск, он, как бы, такой чистенький, но тут какие-то полоски, ну, мне кажется, его тоже чистили. Прям чистили, но, как бы, диск рабочий, игра хорошая. Ну, какие-то царапины в глаза не бросаются, просто по кругу такое ощущение, что чистили вот этой специальной машинкой. Это Лара Крофт, здесь еще кое-что будет по Ларе, смотрите обязательно до конца. На другую Соньку, на другое поколение, но это будет конкретный сет. Не играл и вообще не люблю эту франшизу. Играл только Rise of the Tomb Raider. Ну, как-то особо она мне, в отличие от Uncharted, не запомнилась. Очень почему-то захотел себе эту игру, но решил, как бы, оставить на растерзание вам. Я думаю, этот решачок, это Crazy Frog Racer. Помните, лягушонок такой. Гоняли в 2000 году, я красно-бутырки сидел, там еще саундтрек из полицейских с Беверли-Хиллз. Вот эта лягушка там на мотоцикле ездила. Блин, диск, он еще синий, то есть это просто CD. Ну, такой, есть царапки, потертости небольшие, но, как бы, все с мануалом. Вот. Блин, ну, прикольно. Я себе, наверное, такой тоже приобрету, чисто вот по ностальгии, по тем самым временам. И тут же вторая часть. Сетик. Кто-то может стать обладателем сетика. In Clutch Crazy Frog Music. And Axel F and Popcorn Videos. Я так понимаю, включает вот этот самый клип. и музыку состояние, ну, близкое к идеалу. Вот. Блять, извиняюсь за выражение, стараюсь поменьше матом ругаться в таких вот роликах. После времени неплохой сетик. Я бы с удовольствием за него поторговался, но делать этого не могу, потому что это против правил. Так, Master of the Universe. Диск, ну, в царапках, но диск тоже синий. Не, ну, еще не DVD. Ну, в хорошем, в игровом состоянии. Это что-то вот типа, судя по скриншотах, то ли слэшер, то ли вот что-то подобное в стиле Dungeon & Dragon. Он там, и вот, вот, не особо люблю, если честно, этот сеттинг. Так, ну, хорошо. Ван Хельсинг. Не смотрел этот фильм. Вот, знаю, что персонаж из Дракулы, да, по-моему, из Брэма Стокера. Если не ошибаюсь, не читал. Ну, не нравятся мне вот эти классические ужасы. Диск, ну, на 4 смин, с плюсом, наверное, на 4. Мне кажется, это слэшер, и мне кажется, это что-то типа Костылевания. Могу ошибаться. Ну, достойная вещь будет у кого-то на полочке. Потому что ван Хельсинге, это тоже не просто какой-то там дядя. Петя с соседнего подъезда. Микромашинки. То же, что я зажал в Италии за 10 евро покупать. Состояние, ну, диска, ну, потерто немножко. Ну, как бы тут нет такого, что, знаете, вот дети трут там об асфальт. Он будет играть, работать. Такое у меня есть. Вот, немножечко здесь от наклейки. Благо, диски на PS2 найти на замену, в общем-то, легко. У меня есть микромашинки. Тут, кстати, еще будут микромашинки. Такие, ретреи. Так что смотрите на продажу. Я прям отрываю от сердца. У меня есть микромашинки на PS1. Есть на PS2. Есть на PSP, по-моему. И на PS4. Осталось теперь на Sega классические собирать. Но они не совсем дешевые. Может быть, когда-нибудь микромашиночки. Дальше. Вьетконг Purple Haze. Забыл, как переводится Haze. Диск тоже такой, на 4 с минусом. Это, наверное, что-то... Ну да, это что-то, не знаю, от какого лица. От третьего, от первого. Вьетнам. То есть, не знаю. Мне кажется, такой проходной шутер. Нравится мне обложка такая оранжевая. Такой Purple Haze. Не знаю, Haze вот... Блин, забыл. Напишите в комментариях. Так. Heaven. Call of the King. Диск по нему, по кругу есть такая царапка. Ну, я думаю, он рабочий. Вот. Нечего сказать. Какой-то в фэнтези. Call of the King. Все хочется прочитать Call of the King. Хочу такую игру на PS4. Может, как-нибудь возьму. Праймал. Ну, часто она у нас попадается. Диск на 5 с минусом. Если не на 5. Вот. Не играл в эту игру. Не помню, есть она у меня или нет. Но 100 рублей по номиналу я поставлю. Мне кажется. Ну, как минимум, попробовать стоит. Поторговаться. Peter Jackson's King Kong. Помните, да? Там рублей за 200 как-то выхватил. Ну, диск на 4 с плюсом. Вот. Все полнокомплектно. Все, что я вам показываю с мануалами. Есть, по-моему, на PS3 игра. Это и на Xbox 360. У меня есть такая. Я купил вместе с игрой челюсти. Чисто, как бы, ну, вот, чтобы стоял на полочке. Таким сетиком купил челюсти и King Kong. Два культовых фильма. И, ну, прям, захотелось мне их приобрести. Тем более, 200 рублей где-то я на рынке купил. Но это чудо. Обычно так не попадает. Опять же, нам делать скидку. Потому что мы туда часто ездили. Робот Warlords. Warlords. Диск, ну, такой на 4 в царапках. Ну, в ману, ну, говорит, вот, царапки. Это вот, ну, так вам не показать. Ну, как бы, ну, то есть, не идеал. Роботы, я так понимаю, локации, города трехмерные. Ну, это что-то такое. Вот, трехмерный аэропорт. Тут даже какой-то битвы рядом с самолетом. Надо будет, кстати, себе вот такую тоже предзаказать. Вот. А пока. FromHard. To you. Так. Драйвер. Я вот спойлерно себе заказал драйвер на Xbox Original. Он ушатанный. А на PS3. Но он тоже такой в каких-то пятнышках. Ну, тоже явно не коррекционный вариант. Но игровой, как бы. Драйвер. Я просто почему захотел ее? Я сидел как четвертый раз. У нас на свиданке стоял Xbox. Вот, Original. На нем смотрели порнуху и играли в драйвер. Вот. И я тогда увидел там драйвер такой в стиле что-то GTA. А не как просто на PS1. Вот такой вот драйвер, мне кажется. Есть драйвер 3. Или какой драйвер на PS3, мне кажется. Как бы для сетчика. Why not? Блин, Fighting Fury. Это, не знаю. Я так понимаю, Fighting. Но вот это вообще трешак. Тут же мне, это напоминает мне заставки катсцены на PS1. Вот, типа Resident Evil. Где в детстве казались это супер графона. Сейчас без слез. Не взглянешь. Нам казалось, что если игры будут такие, то это будет верх совершенства. Такого быть не может. Ну, диск тоже такой чуть-чуть прям потертый. Ну, как бы, такой хороший игровой вариант. Fighting Fury. Надо себе тоже такой приобрести. Я вот смотрю, и мне прям половину хочется себе оставить. Сказать, да ну там, ребята и без этого обойдутся. Так, Top Gun. Такой у меня есть. Combat Zone. Ну, такой вот. Этот диск такой, он затертый. Ну, я как бы не идеал. Но рабочий. Top Gun. Купил лишь потому, что у меня есть, идет, ну, потом покажу, когда буду делать свою распаковку. Top Gun на NES полнокомплектный. И это такая, есть возможность сфотографировать такой мини-сетик. Top Gun. Уже тут не помещается. Очень много позиций. Super Bastemove. У меня такой тоже есть. И диск почти в 5 с плюсом, наверное. Вот такая вот игра. Такой пупс. Вот. Вот такая вот игрушечка. И мне кажется, блин. Bastemove вообще такая игрушка, которая, мне кажется, должна быть у каждого. Потому что такая времяубивалка. Как минимум на полочке. Endgame. Я видел вот эту часто обложку. Вот эта девчонка. Ну, женщина, девчонка. Для кого как. Для тех, кому 20, это женщина, для кому 40. Девчонка. Вот. Ну, здесь такой-то в мелких незначительных царапках. Не знаю, что за игра. Ну, мне кажется, какой-то шутер, судя по скриншотам. И судя по... Причем, мне кажется, это такой шутер типа рельсовый. Вот. Кстати, а я и не знал. Надо себе его приобрести. Вот. У меня кое-что приобретено. Такое. Так. Superman Returns. Вот такая вот игра. Ну, я вообще не люблю Марвела. Ну, и DC не особо. Но DC еще более-менее. Диск на 5 с минусом. Но... Как-то вот... Ну, красивая обложка. Вот. Кто-то, возможно, любит. В отличие от меня. Superman. Cell Damage Overdrive. Cell Damage, наверное. Тоже диск синий. Состояние 5 с минусом. Ну, это какие-то гонки. Они в шелл-шейдинге сделаны. Такие мультяшные. Я так понимаю, сделаны по какому-то мультику. И... Блин, ну, 100 рублей номинал. Почему бы не рискнуть? Я бы сам рискнул. Я прям сам хочу поторговаться в своем же аукционе. Но, естественно, этого делать не буду. Я уважаю правила. Игра, которую я несколько лет просто нигде не видел. Которую я просто мельком увидел. Она вот у меня лежит. Я в нее сейчас играю. Я решил посмотреть, как она зайдет другим людям. Вообще будут ли... Потому что у нас я видел только одно предложение на GBX и ту вторую часть. Странно, почему. Бернаутов валом. Вот этих. Флэтаута. Не видел нигде. Ну, конечно, сейчас ее ничем не удивит она, но такой музончик там хороший играет и погоняет. Немножечко такой закоцанный этот самый пленка, но, блин, флэтаут. Я бы вот за нее рвало металл. Бэтмен Бегинс. Я и не знал, что на PS2 диск в идеале. Бэтмен Бегинс. Я думаю, достаточно просто того, что это Бэтмен. И Бэтмен Бегинс. Это по какому-то мультфильму. Вот. Ну, сейчас я посмотрю. Да, здесь мне... Тут мануал мятый. Ну, диск на 4. Прямо с плюсом. Ну, ребят, как бы сетик такой, мини-сетик неплохо. Станислав Андреевич знает толк в ретро-стате. А теперь немножечко слез. Немножко слез. Потому что какие-то диски были далеки от совершенства, но я прям не буду изобретать велосипед и буду выкладывать, как... Зная, что они рабочие, буду выкладывать какие-то. Warriors of Might and Magic. Might and Magic. Та самая словосочетание. Ну, диск на 4. Вот. Здесь наклейки. Вот такой вот кипиш. 3DO игра. Я бы вот за это тоже... Я, в принципе, брал те игры ванну, как бы вот поторг ванн, да, по выставить, да, на аукцион, за который сам бы поторговался. То есть, тут у меня вот так. Баст и блок. Там был баст и мув, а это баст и блок. Диск почти в идеале. Есть какая-то мелкая царапка. Баст и блок. Вместе с баст и мувом не буду уж доставать. Неплохо. Неплохо. Файтбокс. Файтбокс это какие-то роботы. Что-то типа, судя по скриншотам, Rise of the Robot, только трехмерных. Диск. Ну, он тоже так мелкий, мелко затерт. Как бы все игровое. Говорю, покупала все там, где, ну, все проверяется. Escape from Monkey Island. Тоже ее решил выставить на продажу, потому что сам бы с удовольствием за нее поторговался. Культовая франшиза, квест. Такой диск закоцанный. Ну, думаю, с игрой проблем не будет. На три где-то. Это тоже квест, тоже рисованный. Блин, по-моему, круто. Я вот, знаете, сейчас посмотрел и, блин, ничего такого, ну, потертые чуть диски, а это все-таки PS2. Уже, внимание, там почти 20 лет консоли. Так, Wild Wild Racing. Эту, клянусь, купил, знаю, что никому она нахрен не нужна. Купил чистые забложки, такой волк и желтый фон. Чуть-чуть мягенький мануал, чуть-чуть надорванный, а, ну, чуть-чуть сзади надорванный. Как бы. Но он есть. Сам диск, такой, достаточно сильно затертый. Ну, то есть, вот это, я говорю, вот это вот отложенные пошли, такие чуть-чуть со слезами на глазах. Ну, рабочий кто-нибудь, я думаю, возьмет. Ну, в конце концов, по крайней мере, я выставлю. Вот эта вот игра, вот это сейчас будет какая-то японщина. Редкость в Англии. Для меня, кстати, PS2 это пау. То есть, американки, японки, меня вообще не интересуют. Есть парочка, так случайно не достались. Здесь, по-моему, ну, тут, да, тут затерто. Здесь три с минусом. Ну, он играет, да, но, как бы, чисто здесь явно чисто на поиграть. Хотя, кому-то, может быть, японочка в черном боксе и под номером 62, может быть, и зайдет. А вот теперь самые слезы. Ну, там тоже будет пара слезливых, но, как бы, есть такая игра Summoner, да, это эксклюзив, насколько я знаю, на PS1. Диск очень укоцанный, прям, ну, как бы, такой, достаточно сильно. Не оригинальный бокс, судя по всему. Хотя, может, оригинальный, может, я что-то не понимаю. Мануал все есть, даже обидно. И игра Summoner 2. То есть, вот такой сет. Блин, жалко, конечно, такой эксклюзив. И тут же внезапно, вот, такое состояние. Здесь диск очень душатанный, очень закоцанный. Я не знаю, буду продавать, как не знаю, какой. Может быть, проверю. Вот. Мануал есть, мануал мятый. Может быть, поставлю одним лотом. Ну, как бы, может, ну, может быть, а не рабочий. Если, ну, вот этот рабочий, вот этот я хочу проверить. Продавался как рабочий. Хочу проверить, потому что, ну, если рабочий, как бы, кто-нибудь может купить, просто играть. Вот. Потому что сейчас уже это такое полуретро, плавно переходящее в ретро. Ну, в любом случае, сетик, конечно, печально, но... Так, ну что, погнали дальше. Теперь вот слезы, а потом все. Потом пойдет, слез больше не будет. Пару игр, так, чисто, на Xbox 360, я знаю, что они не популярны в нашей стране. Это игра Tom Clancy's Hawks, такой. Вот. И Tom Clancy's Hawks 2. Купил вот так, чисто сетом, так же и выставлю. Здесь нет мануала. И диск очень зашатанный. И даже, мне кажется, чуть-чуть, ну, он не треснутый здесь, да, ну, не сам диск, а... Но такой, царапка какая-то. Tony Clancy's Hawks 2. Он, ну, он рабочий, он такой, в мелких царапинках на 4 с минусом, да, но он нормально, он с мануалом. Ну, будет стоять по номиналу 100 рублей, как бы, это так до кучи. Ну, может быть, кто-то возьмет. Чисто для фотки в инсту. А вообще обидно, да, обидно. Ну, я знал, что без мануала, но покупал вот к этому, ко второму, думаю, поставлю, кто-то, может, два возьмет. Причем здесь только на самолетах. О, глядь, а я-то не знал. А что я себе-то не взял тогда для игр? О, почти. Надо покубаторить, может быть, это вырежу. Блин. Ладно. Далее. Xbox Original. Культовая игра Counter-Strike. Counter-Strike. Состояние идеальное. Мануал толстый. Какие-то бумажки еще присутствуют. Counter-Strike. Такую бы я себе взял стопудово, и она у меня есть. Буду сюда ставить. Следующая игра, за которую у нас санеки, ну, не рамса такой, кто берет, я отказался, он взял. Это игра с X-отной надписью Only Xbox 360. В России видел один раз. Это Blue Dragon Exclusive. Состояние идеальное. Три диска в комплекте. One, two, three. Короче, три диска. Я знаю, что Xbox не популярная консоль у нас, но таких дисков очень мало в России. От души отрываю в натуре. Так, немножечко. Ну, давайте вот этого трешачка. Не знаю, зачем взял. Ну, валялось и... Ну, наверное, взял из-за франшизы. Может быть, полный комплект кому-то изгодится на DS. Там, за соточку. Давайте я покажу. Есть у меня пару на Nintendo Wii. Взял Bakugan. Вот. Ну, диск такой в мелких кодсках. Не знаю, нужен кому не нужен. Мне кажется, их очень много, но... Не знаю. Как бы, в принципе, why not? И игра, которой у меня нету, и которой я тоже пожалел, что она сейчас не у меня. Это Mad World. Кровавый слэшер на Nintendo Wii. Блин, крутая игра. 18+. Жаль, у меня такой нет. Блин, ну, как бы, возможно, вот... Смотря на то, что я выставляю на аукцион, я делаю... А почему люблю распаковки? Потому что, смотря на что-то, я хочу себе и потом ставлю, заношу в виш-лист и покупаю. Немножечко на PS3. И, ребят, немножечко, чисто так, по номинальчику. BioShock 2. Состояние Mint. Вот. Ну, да. Хорошая игра, не играл ни в одну часть. Говорят, надо обязательно поиграть. Bladstorm The 100th Earth War. Столетняя война. Вот так вот это выглядит. Это вот Евген, вот они, Аники, профессионалы, ППС-3. BioWolf The Game. От Ubisoft. В идеальном состоянии. Все это, естественно, не русифицировано, но зато... The Eye of Judgment. Где-то я уже видел, это такая, как карточная игра, только на PS3. Вот. Состояние. Mint. 6-6-5 номер какой-то. Почти 6-6. Решил взять регби. Что-то не помню, видел у нас или нет. В следующий раз возьму обязательно себе. Регби. Челлендж. Если зайдет. Не так часто у нас играют в регби. Интересно, как на PS3 это выглядит. Ну, кто-то, может быть, решит поставить себе на полочку за номинал или поторговаться. И Devil May Cry 4. Здесь немножечко такой... Ну, мануал хороший. Ну, такой диск внутри. Немножечко не чистый. Бокс. Вот это на PS3. Так сказать, разнообразное. Теперь. Вот это тоже смотрю и плачу. The Simpsons Movie. Это UMD Video. У нас в России очень мало, в Европе очень много. Там они не дешевые. Так что, как бы... Вот. Еще один. Мало ли, кто-то решит купить. И еще кто-то решит купить. Я бы сам купил, блин. UMD очень мало у нас. Поэтому, тем более, Simpsons. Их все любят. Я знаю, что Юра с канала Кузякин любит. Жень. Не знаю, поторгуешься ли ты за это или нет. Но это Rocky 5. Сильвестр Сталлоне. Спойлер, ну, я себе купил Rocky просто. А Rocky 5... Блин, ну это круто. Rocky 5, UMD. И я не очень люблю эту серию. Моя любимая Rocky 3. Но, блин, делайте. Матрикс. Матрица. UMD. Навряд ли сейчас кто-то будет смотреть видео на PSP-шке. Но на полочку, по-моему, самое оно. Resident Evil. Фильм. Смилы Йовович. Первый. Раз. Resident Evil. Смилы Йовович. Два. Вдруг кто-то заторгует, а второй решит взять подешевле. Resident Evil. Апокалипсис. У кого-то будет сет. Если он выторгает две. И какой-то кипиш был. Коллекционер, нищий, санебой. Ну, не кипиш, а там какой-то что-то. Аники Сан, футболы, голы. Вот, пожалуйста, для футболистов 200 голов. Кому надо. Добро пожаловать. Ну, теперь немножечко ретро. Я вам обещал, Лару Крофт. Я вам обещал. А я всегда держу свои обещания. Все в полном комплекте. И в идеальном состоянии доставать не буду. Tomb Raider 2. Вот это отдаю вам и плачу. Tomb Raider 3. Tomb Raider Chronicles. Tomb Raider The Last Revelation. Рыдаю. Не хватает первого. Рыдаю, но выставляю. Еще немножечко слез. Это Chuck Rock на Master System. Я вот выставляю и понимаю. Ну, мне кажется, что никогда в жизни я больше не наткнусь. Состояние Mint. Ну, это уже Mainstream. Sonic Hedgehog. Полный комплект. Европейка. Туда-сюда. Ну, и так сказать, как вишенка на торте. Самые внимательные должны знать, что тут. Я делал такую большую ссылочку на это. Это микромашинки. Вторая часть. Turbo Tournament. Вот такие вот, ребят, дела. Вот такой вот будет аукцион. Кто что увидел, что хочет, за что хочет поторговаться. Все честно. Никаких цен, никаких объявлений в группе на ВИТО. Конкретно аукцион. Заходите, регистрируйтесь там, незарегистрированные. И торгуетесь. Те, кто зарегистрированы, давно пожаловать. Хочу чаще делать эти аукционы. Тут какая-то денежка. Вот. Настав. То, что я себе накупил, чтобы вы понимали, больше, чем здесь есть. Ну, и как бы хочется, знаете, как бы совмещать приятное с полезным. Плюс интересно, я люблю видеоигры и, как бы, такое хобби, приносящее какую денежку, которую я могу в это хобби вкладывать. Все, ребят, с вами был Станислав Андреевич. Переходите по ссылке. Участвуйте в аукционах. Кому надо? Кто автограф? Вообще не вопрос. Ну, то есть, как бы, без базара. Ну, я понимаю, что я не нерезь какая птица. Но иногда просит ребята. Ну, как бы, вообще базара нет. Все. Субтитры сделал DimaTorzok